Уильям Кеммлер – американский убийца, прославившийся тем, что стал первым человеком, казненным на электрическом стуле. Уильям Кеммлер родился в Филадельфии, штат Пенсильвания, 9 мая 1860 года. Его родители эмигрировали из Германии. Они были алкоголиками. Уильям стал сиротой еще в детстве, когда оба его родителя скончались от чрезмерного употребления алкоголя. Будучи взрослым, Кеммлер работал уличным торговцем. 29 марта 1889 года он убил свою любовницу топором. Он был приговорен к смертной казни за убийство топором своей сожительницы Тили Циглер. Казнь была назначена в городе Обран на 6 утра 6 августа 1890 года. Адвокаты Кеммлера подали апелляцию, аргументируя это тем, что это будет жестокое и необычное наказание, запрещенное Конституцией. Сторонник переменного тока миллионер Джордж Вестингаус нанял для апелляции лучших адвокатов. Но она все равно была отклонена, отчасти из-за лобби Томаса Эдисона, пытавшегося созданием электрического стула доказать, что переменный ток гораздо опаснее постоянного, на который Эдисон делал ставку. Первая попытка казнить Кеммлера не удалась. Он остался жив после того, как через него в течение 17 секунд пропускался электрический ток. Согласно некоторым источникам, наблюдавший за казнью врач слишком рано приказал выключить ток. Напряжение повысили до 2000 вольт, но требовалась повторная зарядка источника питания. Пока она производилась, сильно обожженный Кеммлер громко стонал. Вторая попытка продолжалась больше минуты, и очевидцы описывали ее как жуткую. Помещение наполнилось запахом горящей плоти, от головы Кеммлера шел дым. Позже Вестингаус сказал, лучше бы они воспользовались топором. Присутствовавший на казни репортер описал ее как отвратительное зрелище, гораздо страшнее, чем повешение. На момент смерти у Элиму Кеммлеру было 30 лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...